Здравствуйте, уважаемые шашисты! Сегодня мы с вами начнем рассматривать виды шашечных комбинаций в русских шашках. Друзья, у меня немножко притупилось, так скажем, комбинационное зрение, и поэтому данное видео будет полезно в том числе и для меня. Но прежде чем мы приступим к рассмотрению видов комбинаций, хочется сделать небольшой анонс. Сегодня состоится шашечный стрим на канале «Всё о шашках». Проводится на сайте «Гамблер» еженедельный турнир по понедельникам в классические русские шашки, то есть без жеребьевки начальных ходов. Начало стрима в 2020 по московскому времени, и сегодня для вас будет играть подмосковный кандидат-мастера Павел Попов. И комментировать для вас будут сразу же два человека. Это я, кандидат-мастера Олег Бурылов из Перми, и кандидат, прошу прощения, мастер спорта из Казахстана Бауржан Джамбиталин. Ну, всем известно, что и я довольно-таки веселый, и Бауржан. Я думаю, что сегодня стрим будет очень веселым, увлекательным, так что предлагаю присоединиться. Ну, и скоро, друзья, уезжаю на сплав, так что меня еще долго не увидите, так что ловите, как говорится, момент. Ну, давайте начнем смотреть виды шашечных комбинаций. Сегодня, друзья, мы с вами рассмотрим комбинацию под названием «Лестница». Она очень красивая, симпатичная. То есть, сильнейшая сторона, в данном случае белые, пропускают черных в дамки, причем делают это дважды, а затем поочередно ловят обе дамки соперника и наносят свой финальный удар. И причем, когда белые ловят черных, они как бы поднимаются по лестнице, то есть делают два шага, поэтому и название этой комбинации «Лестница». Очень красивая комбинация. Ну, можете поставить видео на паузу, попытаться найти решение в этой позиции. Белая игра CB4. ED2. CB2. Пропустили, видите, черных в дамки. И, как видите, у черных ослаблены дамочные поля и есть так называемое решето. И вот сейчас за счет этого решета и ослабления дамочных полей белые выигрывают. Белые играют GH4, ловят первую дамку, видите, как бы поднимаются вверх по лестнице, это первый шаг. Затем ловят вторую дамку и совершают свой финальный удар, как бы второй шаг. То есть дамка, и побили на Е3. Вот это первая комбинация. Вторая комбинация. Всегда можете остановить видео, попытаться самостоятельно решить комбинацию. Но опять видно, что у черных ослаблены дамочные поля, D8, B8. Ну и если убрать шашку F6, то тоже есть решетчатость. Используя вот эти вот недостатки в построении черных, белые выигрывают с помощью комбинации лестница. Сперва загоняем черных в дамки. Вот таким образом. Затем выбиваем как раз вот эту шашку F6, которая нам мешается. Затем загоняем вторую шашку черных в дамки. И проводим свой финальный удар. Ловим первую шашку, дамку. Поднимаемся вверх по лестнице. И вторую дамку ловим. Бьем шашкой. Шашка превращается в дамку. И уже совершаем финальный удар. Вот такая красивая комбинация. Обычно данная комбинация лестница как раз проводится с правого фланга белых. Потому что с поля H4 удобно попасть в дамки на поле D8. И совершить либо круговой удар, либо вот такой, так скажем, удар крюком. Но с левого фланга невозможно с поля H5 или H3 попасть в дамки. Поэтому обычно лестница всегда проводится как раз с правого фланга. В данной позиции надо сперва совершить тихий ход перед началом комбинации. Белые заходят в любки. Ну то есть когда положение шашки между двух шашек соперника. То есть бери любую. Называется любки. Белые грозят выиграть шашку. Надо отходить. Побили, побили. И опять уже, друзья, видите, знакомое очертание. То есть ослаблены дамочные поля. Есть решетчатость. Белые пропускают черные в дамки. Вторую шашку загоняют в дамки принудительно. И затем совершают движение вверх по лестнице. Первый шаг. Второй шаг. Дамка. В этой позиции опять мы увидим, что у черных есть так называемое решето. Ослаблено поле d8 слабое. И используя это недостатки позиции черных, белые побеждают. Белые играют еd4. Затем cb4 еd2 загоняют первую шашку черных в дамки. Вторую шашку загоняют в дамки. И строят так называемую подударную цепь. Ловят первую дамку черных. И затем уже наносят свой финальный удар. Дамка. И бьют на поле d3. То есть в этой позиции черные не могут достичь ничьей. То есть какой план игры в этом окончании? Допустим, черные играют таким образом. Мы уходим дамкой на верхний двойник. Не позволяем черным поймать себя. Ну и после того, как черные строят вот такую петлю, нам, конечно, нельзя сюда уходить. Из-за того, что дамка будет поймана. Мы просто играем gf2. И затем играем либо на поле h2, либо на поле b8. В зависимости от ответов черных. И черные в этой позиции, они потом построятся вот таким образом. Мы уйдем на поле b8. c7 или d6. И побеждаем легко, так скажем. Тут ничьей у черных нет. Но это уже я показываю для начинающих, конечно. Ну и последняя на сегодня комбинация лестницы. Она довольно-таки часто встречается в игре. Обычно либо в дебюте кол, либо в дебюте обратный кол. То есть, когда у белых шашка расположена на поле h4, а у черных на f4 есть шашка. Это называется коловая шашка. И в данном случае все ходы белых ведут к поражению. Как видите, у черных мощный центр. Но за счет проведения комбинации белые побеждают даже в этой позиции. Не только спасаются, но даже побеждают. На одном канале видео, кстати, как раз мастер спорта один не нашел комбинацию за белых. И в итоге эту позицию даже проиграл. Ну, уже был цвет нот. Если бы, конечно, он ее обнаружил, он бы победил. Ну, какие недостатки в позиции черных? Ослаблено поле d8. Ну и обратите внимание, если вот эту шашку f6 убрать, то опять наличествует как раз решетчатость. Как это сделать? Ну, легко. Сперва мы убираем шашку c5, так как она мешает нам подорвать пункт e5. Затем подрываем пункт e5. Размениваемся вот таким образом. Ну и, друзья, видите уже, очертания становятся понятными. Жертвуем одну шашку, загоняем черных в дамки. Вторую шашку черных загоняем в дамки и совершаем свой финальный удар. То есть построили подударную цепь. Начинаем подниматься по лестнице. Первый шаг совершили, и второй. И в этой позиции, несмотря на то, что у черных три шашки, причем на разных флангах, позиция, конечно, проигранная. Как бы они ни играли, ну, то есть, можно так пожертвовать. Допустим, пойти hg5. Здесь возникает известный финал штаны. Нападаем на шашку g5 с этого поля. Затем фиксируем ее. И после того, как черные играют a b6, нападаем на эту шашку с поля f2 и зажимаем обе шашки черных. То есть, видите, как штаны получились. Если бы черные в этой позиции пожертвовали эту шашку, ну, то же самое все, в принципе, возникает. То есть, пошли hg5, напали, пошли на поле f4, ну, и после вынужденного b7 зажали черных на поле c7. Если же черные в этой позиции отдали сюда и пошли на поле a7, ну, просто сыграли на d8, и легко выиграна позиция. Друзья, еще раз напоминаю, сегодня в 2020 по московскому времени на канале «Все о шашках» состоится стрим с участием Павла Попова, Бауржана Джамбиталина и меня, Олега Бурылова. Друзья, если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. Можете поделиться им в соцсетях. До свидания, еще увидимся сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok